Приемка детских садиков к новому учебному году идет в Хабаровском крае. Специалисты управления образования проверяют, насколько дошкольные учреждения готовы принять воспитанников. Особое внимание уделяется санитарным требованиям. Ребенок пришел в учреждение и родитель оказал нам помощь в постройке этого теневого навеса. Деревянную площадку с крышей в этом году подарил детскому саду папа одного из воспитанников. На ней будут играть двух- и трехлетние малыши. А вот пандус месяц назад возвели на средства из муниципального бюджета. Стоимость сооружения более 450 тысяч рублей. В группе находится ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ребенок ДЦП, которым просто необходим этот пандус для того, чтобы зайти в учреждение, чтобы выйти на прогулку. Обеспечить доступную среду для детей в этом учреждении очень важно. В двух группах занимаются дети с особенностями здоровья. Для них в этом году закупили велотренажер и ходунки. Дети не только из этой группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата пользуются этими тренажерами, но и другие дети из общеобразовательных развивающих групп тоже имеют возможность заниматься на этих велотренажерах. В Хабаровске 86 детских садов. Каждый из них летом проходит приемку. Сотрудники управления образования оценивают готовность дошкольного учреждения принимать у себя воспитанников. Проверяют документацию и выполнение санитарных норм. Термометрия на входе, антисептики, перчатки, маски, обеззараживающие лампы, журнал здоровья в детском саду должны быть обязательно. Кроме этого, у каждого ребенка есть предметы личного пользования. В частности, сейчас мы посмотрим, как соблюдается маркировка постельного белья. Она должна соответствовать номеру кровати. Если номер кровати 4, соответственно, и постельное белье, и покрывало, наволочка на матрасник маркируется данным номером. В Кировском и Краснофлотских районах работает 20 садиков. 18 из них уже проверили. Все дошкольные учреждения города должны успешно пройти комиссию к 1 сентября.